Всем привет! Сняли некоторое количество роликов, получил письмо с гашенными монетами казахстанскими юбилейными. Сняли шорцы, выложим их отдельно, но решили уже снять большой ролик и попытаться разобраться, попытаться понять, что с монетами и так, почему их погасили. Вообще, гашеные казахстанские монеты редко очень попадаются, их отправляют чаще всего на переплавку. Вот здесь вот аукцион прошел в группе, и человек выставил сразу некоторое количество позиций. Мне удалось купить 5 монет в честной конкурентной борьбе. Это у нас год согласия монетка. Космос погашенный, самая первая монета. Две монеты, это у нас Костеев, два Костеевых погашенных. Притом, гашения, видно, сделаны немножко разными пуассонами, или как там их правильно называть, пресс. То есть широкие и узкие. И одна монета у нас гашенная, это Бебиден Мустафин. Вот сейчас мы в большом ролике попытаемся взвесить, хотя бы чтобы по весу понять, может быть причина гашения, допустим, была это именно вес. Включаем весы и начнем давайте с года согласия. Вот целая монета из альбома секретного Игоря Павловича. И смотрим вес. 11 грамм у нас, да? 11 грамм. И взвешиваем гашеную монету. Ну, очень небольшая разница. Всего 0,2 граммчика, так что сложно сказать. И вот обратите внимание, видно, что все-таки монета была в обращении. То есть она имеет следы небольшие из носа и цвет. Цвет у нее немножко другой. То есть вот у Игоря Павловича из альбома монета практически без оборота. Вот как она выглядит. И тут даже с учетом того, что произошло давление и поплыл металл, все равно видно, что скорее всего монета была из оборота. Все может быть. То есть пока только догадки, точной версии 100% сказать нельзя. Давайте возьмем монетку Космос. То же самое сейчас делаем. Так, весы погасли. Сейчас опять включим. Взвешиваем живую монетку. 11 грамм тоже. Вообще 11,17 идеальный вес, который заявлен. А здесь у нас ровно 11. А здесь у нас... Здесь тоже ровно 11. Видите? Монета имеет полноценный вес. И видно, что она тоже в хорошем состоянии. Я не могу сказать, что она прям долго была в обороте. Скорее всего этого не было. Тем не менее монету погасили. То есть монета достаточно ценная и редкая. Но почему-то вот судьба распорядилась так, что ее погасили. Идем дальше. Берем монетку Габиден Мустафин. Вот тут тоже видим, что тут однозначно вообще вот эта гашеная монета была без следов обращения. Потому что очень-очень блестит все хорошо, но погашенное. Так, взвешиваем Мустафина живого. 11,2. То есть вообще практически идеальный вес. 11,17 заявленный вес. 11,2. И теперь взвешиваем гашеного Мустафина. И получаем 11,1. Да? Ну чуть-чуть так. Весы немножко. 11,1. 11. То есть в принципе тоже в пределах нормы. Монетка, при том видно, что в обращении не была. Но ее погасили. А теперь Костеевых. Костеевых я купил два. Потому что тут разные следы гашения. И тоже по ним видно, что они без обращения. Взвешиваем живого. Живую монетку. 11,1. 11,0. Взвешиваем первого гашеного. 11,1. Тоже в пределах нормы. И взвешиваем второго гашеного. 11,2. 11,1. Тоже вроде бы все в пределах нормы. Поэтому вот очень большая загадка, почему их погасили. Те, которые монеты у нас в идеальном состоянии гашеные. То здесь мое предположение. Это может быть просто излишки тиража. То есть заявленный тираж 50 тысяч. Могли на чеканить чуть больше. На 50, на 100 штук больше. Естественно излишки пускать никто в оборот не будет. Их будут гасить. Для того, чтобы отправить в переплавку. Это мое предположение. Свой вариант можете написать. Если вы знаете. Либо предполагаете. Почему это произошло. Пишите в комментариях. Но больше всего конечно загадка по космосу. И погоду согласия особенно. Потому что насколько я знаю. В 97 году еще не было такого машины пресса. Для такого гашения. Но тем не менее монету погасили. И по ней видно, что все-таки она была. Ну вот может быть видео передает ее качество получше. А вот если живьем смотреть. Видно, что монета была в обращении. То есть на ней есть следы износа. Так что вот. Я предполагаю, что монету может быть просто отправили на экспертизу. После результатов экспертизы. Нашли какой-то дефект. И решили, что проще уничтожить. Тем обратно пускать ее в обращение. Предположения у меня такие. Могу ошибаться, могу не ошибаться. В общем, думаем, гадаем. Пытаемся понять. Почему это произошло. Ну и если у вас есть аналогичные гашеные монеты. Казахстанские. Юбилейные. Циркуляционные. Но именно только казахстанские. То пишите мне на WhatsApp. Рассмотрю вариант приобретения для своей коллекции. И для изучения. Всем удачи. До новых встреч на канале Семтенге. Постараемся и дальше вас удивлять. Задаваться интересные вопросы. Ну и радовать хорошим материалом. Всем пока.